МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации и телерадио компании Гомель. У студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите угоэтым выпуском. Подчас Гомельского экономического форума плануется подписать инвестиционные документы на сумму у Амаль 50 млн долларов. Сегодня у Гомеля стартовал международный фестиваль театрального мастерства «Славянские театральные встречи». И Польша подрабязна об этом не только. На 14-м Гомельском экономическом форуме, который пройдет 19 мая, плануется подписать инвестиционные документы на сумму у Амаль 50 млн долларов. У приватности до подписания рыхтуются два инвестиционных договора и шесть протоколов об намерах, які продуглеживают реализацию проектов у промысловости, будовництвя, хандлі и некоторых інших сферах. Як чекается, в делу форуме приймуть каля 300 инвесторов за маль 20 краин свету – у Тымлику, России, Китая, Германии, Аустры. Их у Азии пропонуют больше, як 150 проектов, які закранают 15 галин народной господарки. На думку специалистов, особливый интерес уявляють проекты, для реализации яких можно выкористовывать мясцовые ресурсы, уключающие сельско-господарчую продукцию, лес, будовничые материалы, розные виды корыстных выкопняв. Завтра на базе областного центра гиены, эпидемиологии и громадского здоровья отбудется промая телефонная линия. На пытань ниже хороу региона откажа галоны державный санитарный урач Гомельской области Александр Тарасенко. Звернуться на промую линию можно с 9 до 12 годин. Телефон у Гомели 75 48 51. На Гомельщине отбылась акция «Миру семьи, мир Украине», промеркованная до Международного дня семьи. Ее организатором выступило областное отделение Белорусского фонда «Миру» с уместно с кармянским райвыконкамом. Галонными гостями свято стали шмадетные, приемные и молодые семьи, прационные династые, а так само пары, которые прожили в шлюбе больше, чем 30 годов. На мероприемство запросили и наших корреспондентов. Подрабязности у Вероники Ворошелиной. День семьи у мая святкуется традиционно. В связи с этим Гомельское областное отделение Белорусского фонда «Миру» засновало акцию «Миру семьи, мир Украине». На свято у карме запросили больше 200 жихоров с городского поселка и района. Головная мета – повышение престижу семьи. У фойек армянского районного центра культуры и вольного часу разместилась выстава «Хатних годованцев», яка для устрований бодает наибольшь распосудженных семейных интересов и захоплений. Собаки, коты, трусы, пацуки, попуга и новачарапаха. Кожный отделник этой живой экспозиции мкнулся представить своего четверохлапого сябра наибольшь оригинально. Вот это мой друг, мы с вами играем в разные игры, я для него написал стишок. Мой Тихон – самый лучший барин, свой пыл и нрав по всему бавил, спокоен, горд, культурный в обиходе. А если кратко говорят в народе, семья моя гордится им, шотландец-вислоухий эксклюзив. Головными гостями акции «Миру семьи, мир Украине» стали семьи, в доме яких зауседы, пануя кахани, добробыт и взаиморазумения. Подчас урочистости яны отримали падяки и подарунки от областного отделения Белорусского фонду «Миру» и Кармянского райвы «Канкама». У ликозных ороженных – шмадетные, приемные молодые семьи, а так само пары, якие прожили в шлюбе больше, как 30 годов. Особная повага – працованным сельско-господарчим и педагогичным днастем Кармянского района. Например, семья Глаздоуских-Бондаровых наличивает уже три поколения наставников. Протягиваясь отказную справу, переважно представники жанушей линии, а огульный педагогичный стаж семьи складает 194 годы. Мы просто в семье живем этой профессией. Когда вместе мы встречаемся, у нас других разговоров нету, только разговоры о работе. Есть маленькая внучка, 4 года. Это тоже будет учитель, биолог, я так думаю, потому что вот тяга такая вот к растениям, тяга к животному, ко всему вот это у нее вот наблюдается вот уже в 4 года. По словах организаторов акции, проведение подобных мероприемств Украине просто необходно. Семья – это важнейшаяся родия для заховывания и передачи с поколения у поколения, культурных каштоностей и национальных традиций. И коли кожный человек их будет учиться шановать и поважать самого раннего взрослого, тогда и краина будет развиваться у правильного накерунку. Семья – это основа всему. Если семья будет дружная, будет крепкая, взаимопонимающая, в семье будет единство, согласие, значит будет мир. Поэтому я считаю, что проведение таких мероприятий очень важно и нужно проводить. Если мы это будем делать, мы какую-то долю внесем именно в стабильность между государствами, прежде всего стабильность и безопасность нашей республики. Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадиокампания «Гомель» с Кармянского района. Сегодня в «Гомеле» стартовал 13-й международный фестиваль театрального мастерства «Славянские театральные встречи». Масштабный форум протягнется до 19 мая. В рамках его проведения сегодня на сцене «Аблдрамтеатра» был показан премьерный спектакль «Чума». Это трагикомедия по мотивах маловядомой пьесы Якуба Колоса «Антось Лата». У центра уваги такая згубная звычка, як алкоголизм. При этом у постановцы нема выразной сюжетной линии. Проблема подается празвобразы, что обвастраяя и примушая глядачо задуматься об твярозой сучасности и будущине. Официйная церемония открытия 13-го международного фестиваля театрального мастерства «Славянские театральные встречи» отбудется в 18-й годин в областном драматичном театре. Удельниками масштабного форума станут 7 талиновитых театральных коллективов из Беларуси, России, Украины и Польши. На ведвальников чекает шмат интересных спектаклей и других творческих сюрпризов. На Манеже Гомельского державного цирка стартовала новая программа. Малявничая ведовища, цирк-шоу гигантских фонтанов, дивный город – это злияние трех стихий над ним Манеже. Ганна Корольчук одной из первых убачила яскравое цирковое действие. За три года иснования цирковое шоу поспело побывать в России, Украине, Азербайджане, Венгры и Арабских Эмиратах. У Гомель артисты завитали в другой раз, але привезли абсолютно новую программу, якую до гэтуль бачили только в Минску. В этом сучасном цирковом представлении задельничаны 25 тонн профессийных обсталявания, тысяча фонтанов и уникальный манеж-трансформер. Земля, вода и огонь сустракаются разом, как сдевить. У Гомель привезли саправдный шедевр дизайнерской и инженерной думки. Подчас шоу глядачы бачить трансформацию манежа от сухого давана до воды и фонтана у вышинёй 18 метров. Дополняют фантастичную атмосферу магутные лазерные установки и объёмный гук. На сборку и наладку такой конструкции потребно 5 дзён и 100 тонн воды. Однако Янота Говарта. Вода, манеж сухой, видите, у нас могут работать животные и фонтаны. И в какой-то момент, пару минут и сцена сухая без воды. То есть вот как бы решили вопрос, способ таким опускания и поднимания платформы. Более 700 форсунок, то есть это фонтанные форсунки, которые надо точно выставить. У программе шоу артысты запрашают нас завитать у дзивный город, где фонтаны изменяются бурливыми водоспадами и праливным дождом. На протягу усяго представления чаровный фонтан супроводжае усе цирковые номары, створяющие дзивную атмосферу в саправдной казке. До речи, каждый номер – это не только труки, а и целая история. Цих это будет девчина на люстраным шары, а жившая скульптуры, альбо закаханная пара, якая хавается от дождю. Сама программа шоу вельми разностайная. На арене з'являются поветренные гимнасты, акробаты, жонглеры, канатоходцы и пара веселых клоунов – Долли и Домино. Не обышлось и без дрессированных живел. Потешные малпы, собаки, медведи и навод коты радуют глядачу своими сдольностями. Лепшие жанры циркового мастатства представляют заслуженные артысты России, лауреаты самых престижных международных цирковых фестивалей. Произошло счастье, собрались друзья, единомышленники, поэтому у нас получаются действительно очень интересные, вообще интерактивные какие-то вещи. Сами знаете, что зрителя сейчас тяжело обмануть. Аппаратура аппаратурой, реквизит реквизитом. Но все-таки самое главное, что в нашем шоу на этом великолепном авторском реквизите работают звезды. И мы очень тщательно подбирали тех людей, которые смогут работать в нашем очень непростом шоу. Цирки на воде уже не редкость, однако шоу гигантских фонтанов «Дзивный город» – уникальный проект. Злучение водной фееры и классичных цирковых номеров – это складанный и небеспечный эксперимент для артыстов, которые не привыкли працовать в тумане и высокой вильготности. У этом и заключается разыночка шоу, якое можно убачить на уластные вочи до 11-го червеня на манеже Гомельского державного цирка. Ганна Коральчук, Сергей Лукашук, телерадоакомпания «Гомель». ГТ, а так сама иншая новины, вы можете найти на нашем сайте у интернет-те по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с Максимом Савиным. До новых встреч у эфира! Редактор субтитров А.Семкин